Путешествие на ощупь. Мир для слабовидящего человека часто замыкается в пределах квартиры. Максимум – короткая прогулка у дома. Поэтому даже небольшая поездка в соседний город становится для таких людей настоящим приключением. Проект у Владимирской библиотеки для слепых города, в которых родилась Россия, уже 8 лет. За это время инвалиды по зрению совершили более 60 поездок по области и городам Золотого кольца. На этот раз их путь лежал в Юрьевпольский район. Первая точка экскурсии – Юрьевпольский историко-архитектурный и художественный музей, расположенный в здании Михаила Архангельского монастыря. Люди жили в деревянных бревенчатых домах, немного углубленных в землю, и располагались, как правило, вдоль рек. Гостей познакомили с жизнью славянских племен, которые заселили территорию Владимирского поля к X веку. Ветряная мельница, кочерга, русская печь и другие предметы крестьянского быта для этих детей открытия. А то, как они выглядят, ребята могут представить только потрогав руками. Осязание – неотъемлемая часть из следующей экскурсии – посещение Георгиевского собора Юрьевпольского. Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода о памятнике Балакаменного зодчества XI века. Они обошли храм снаружи и долго находились внутри, несмотря на холод. Собор не отапливается. Вообще не видят. Поэтому для нее очень важно пойти и приложиться руками к нашим достопримечательностям. Это уже не первая наша поездка. Дети с ограниченными возможностями должны знать свой мир, и вот именно воочию. И очень хорошая организация. Всегда очень преждевременно предупреждает о поездках. И очень хорошие организаторы. Спасибо еще раз. Мне больше понравилось, как она вообще рассказывает. И понравилось, как это сделано, как это сконструировано. Артем, как и другие незрячие дети, учится в Владимирском интернате для слабовидящих. Он любит музыку, играет на аккордеоне и мечтает побольше узнать о военной технике. Куда-нибудь на военной экскурсии, в оружейную палату где-нибудь посмотреть. Ко мне в школу недавно проезжали оружейники. Мне так интересно. Винтовки Мосина смотрел. Вернее, карабин Мосина. Макарова пистолет. Пулемет пробовал заряжать. Следующий пункт экскурсионного маршрута – село Сима Юрьевпольского района. Здесь гостей встречает Богомолка и провожает в усадьбе Голицыных. В парке сохранилось несколько деревьев, возраст которых около 200 лет. Восемь вековых, уже двух вековых дубов. Если вы сейчас вернетесь в парк, вы увидите, вот один дуб как раз стоит прямо перед входом. Три дуба стоят перед вами, да, рядышком все. Усадьба Голицыных знаменита тем, что именно здесь, в доме своей тетушки, скончался от ран, полученных на Бородинском поле, герой войны 1812 года генерал Багратион. Сотрудники музея напоили гостей травяным чаем и даже подготовили новогодние поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Гости экскурсии остались довольны. Они уверены – впечатлений хватит надолго. Самое главное – общение. Они себя чувствуют, что они тоже что-то познают и общаются. У нас сейчас появилась еще новая категория слепоглухих, то есть библиотека уже два года занимается слепоглухими. Эти люди тоже с нами путешествуют. Туристические проекты для социально незащищенных категорий населения в нашем регионе развиваются при поддержке Комитета по туризму и Администрации Владимирской области. По проекту, если говорить в динамике, у нас идет рост с 2015 годом. В 2015 году было 15 групп, сейчас уже 33 группы. Мы оплачиваем транспортное обслуживание, а муниципальные, областные и федеральные музеи проводят экскурсии на безвозмездной основе. В этом году принять участие в подобных экскурсиях смогли более полутора тысяч человек. В планах Комитета продолжить развитие социального туризма. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33.